Доброе утро! Беларусь! Наши сегодняшние гости создали проект, который по их задумке должен объединить все виды искусства, а также собрать воедино всех творческих людей по всему миру. О том, что такое фестиваль Art Temp, нам расскажет сегодня директор проекта Марк Приходько, креативный директор Мария Колесникова, а также артистический директор Даша Мороз. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как же вы собираетесь объединять музыку, танцы, художественное искусство и главное, чтобы это было понятно широкому зрителю? Конечно! Мы занимаемся в первую очередь современным искусством и мы решили сочетать все искусства в едином перформансе, потому что, на наш взгляд, это наиболее приемлемый путь общения с публикой в рамках современного искусства. И мы решили дать белорусскому зрителю шанс понять современное искусство, не ограничиваясь одним видом искусства или одним направлением. Сразу вопрос из конца нашего сценария. А зритель, как он реагирует на такую подачу, он принимает, он готов принимать настолько современное искусство? Абсолютно, потому что современное искусство, оно не всегда воздействует на привычные нам виды восприятия, такие как визуальное или такие как восприятие через уши. Оно немножко по-другому, и публика реагирует немножко по-другому. Это на уровне, знаете, мурашки есть или нет, это задело или не задело. То есть нужно попробовать, а потом ты поймешь. Абсолютно. Это воздействует в том числе и на эмоциональное восприятие человека. Слушайте, ну вот вчера вечером вы презентовали первый перформанс, да? Как прошло все? Ой, прошло более чем замечательно. Маша, хочешь рассказать? Да, были овации. Как раз проснулась на кранах. Нет, мы сами не ожидали. Был абсолютно заполненный зал, люди даже стояли. Сразу после окончания перформанса были стоящие овации. Мы были очень сильно удивлены. Допустим, нам удалось не только познакомить публику с искусством, но ко мне также подходили люди, говорили, что в каком-то плане это как психотерапия была, потому что у людей была возможность сопереживать и чувствовать то, что происходило в данный конкретный момент. Для нас было это очень важно. Даша, вы как артистический директор, расскажите о составе участников. Кто эти люди? Эти люди совершенно замечательные белорусские музыканты, художники и танцовщики. Это уже профессиональные музыканты, либо это может быть студенты еще? Знаете, вот внутри того, что называется Artem Project, будет, безусловно, обучающая программа. И мы будем работать со студентами, мы будем работать со школьниками. У нас есть программа для детей, для самых маленьких и для детей с ограниченными возможностями. Это будет действительно очень развернутая история. Но в Artem Project и в непосредственно фестивале эта история, которая направлена именно на профессиональных исполнителей. То есть здесь мы думали о том, что здесь не должно быть момента какой-то самодеятельности, которая свойственна людям, которые позиционируют себя как людей, которые занимаются современным искусством. Это совершенно потрясающая наша актриса и танцовщица Ольга Скворцова. Прекрасный человек, которого она привела за собой, танцовщик Дмитрий Безубенко. Замечательный, с которым вот мне как исполнителю, кроме как артистический директор, я еще исполнитель, мне было очень приятно с ним находиться на сцене. Замечательные наши художники Антонина Слободчикова и Михаил Гулин. Марк, прекрасный велоначалист, Мария, восхитительная флитистка. То есть вы все в одном. Себя рекламируют не в одном. Мы все действительно, мы профессиональные музыканты, мы концертирующиеся. У нас, кстати, Ольга Скворцова будет буквально в следующем сюжете сразу же после нашего интервью. Марк, такой вот вопрос. Обсуждали о том, что фестиваль отправляется в Киев, Вильнюю, Штутгарт, даже Нью-Йорк. Это какое-то турне или... Это не совсем турне, поскольку фестиваль международный, проект является международным. Он будет стартовать на таких же началах, абсолютно на которых он стартовал и в Минске сейчас. Он будет стартовать в Нью-Йорке и в Штутгарте. И мы работаем над другими направлениями, такими как Киев и, возможно, другие города Беларуси. Но мы избрали такую стратегию, что будет энное количество перформансов в стилистике Art Temp, будет энное количество вспышек образовательной программы Art Temp, в сезоне этой лекции, мастер-классы, воркшопы и для профессионалов, и для людей, которые хотят прикоснуться к современному искусству, хотя они являются профессионалами в этой области, и для детей в том числе. И, собственно говоря, вся эта программа, мы как три организатора этого проекта будем контролировать и курировать ее в разных городах одновременно. И это будет рождать своего рода культурный обмен между странами, между городами, потому что мы будем пытаться привезти сюда иностранных исполнителей, иностранных лекторов, и в том числе привезти куда-то в другие места белорусских профессионалов своего дела. Слушайте, ну точка этого всего когда будет происходить? В апреле, да? Вот этот полномасштабный фестиваль будет, да? Да. У нас такого не проходило же ведь еще никогда ничего подобного. Вы будете чем-то удивлять? Да. Готовьтесь, готовьтесь, мы будем всех удивлять. И в мире, и в Минске, и в странах дальнего и ближнего зарубежья это достаточно новый формат, поскольку это сочетание искусств, и поскольку мы все-таки хотим подготавливать зрителя путем притоков и посттоков, чтобы рассказать о какой-то символике, которая будет использоваться в перформансе, о каких-то приемах, которые не всегда знакомы широкому зрителю. А в посттоках мы хотим именно иметь тот самый диалог со зрителем, чтобы обсудить, что они увидели, что мы хотели. И, собственно говоря, это такая работа со зрителем сначала невербальная, а потом вполне себе вербальная, чтобы в том числе и расширить представление людей о современном искусстве. Когда у вас следующее выступление? Вы меня так заинтриговали, я согласна. Я согласна. Я согласна. У меня будет личный пригласительный билет отдельно. Абсолютно. В любой локации мира мы будем рады вас видеть. Абсолютно. Спасибо. Когда в Минске все-таки? В Минске мы планируем сейчас старт образовательной программы. Мы сотрудничаем с Клубом интеллектуального досуга «Факультатив», который является нашим партнером в организации именно образовательной программы. Это будут лекции на совершенно разные темы, начиная от введения в арт-коллаборацию и заканчивая узкопрофильной лекцией введения в профессиональный английский. Ну что ж, спасибо большое. Остается пожелать вам только удачи. Успешных фестивалей приходите к нам как минимум в апреле, чтобы проанонсировать ваше большое событие. Напомню, что о смелой задумке международного проекта современного искусства «Длиной в год» мы говорили с гостями в студии Марком Приходько, Марией Колесниковой и Дашей Мороз.